Архангелогородцы Более 100 наших земляков удостоены за ратные подвиги высшей награды Родины звания Героя Советского Союза. Бесстрашному мастеру торпедного удара Александру Шабалину за подвиги в защите Заполярья это звание было присвоено дважды. Такой же почести удостоен прославленный полярник Иван Папанин. 13 воинов-северян награждены Орденом Славы Трех Степеней. Великие подвиги наших земляков в годы войны заслужили великую оценку Родины. 5 декабря 2009 года указом президента России городу Архангельску присвоено звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества. В Архангельске более 30 наименований улиц связаны с Великой Отечественной войной. Сегодня мы расскажем о некоторых из них. Архангельск – морской город. В годы Великой Отечественной войны Архангельский морской порт непрерывно принимал по Ленд-Лизу морские суда с стратегическими товарами для нужд фронта и народного хозяйства СССР. Перевозки по Ленд-Лизу доставались немалой ценой как для нас, так и для наших союзников. Северные союзные конвои внесли свой ощутимый вклад в разгром жестокого врага. В честь союзных конвоев в центре Архангельска, рядом с монументом Победы и Вечным огнем, названа небольшая улица – улица Северных конвоев. 31 августа 2015 года в честь 74-летия прихода первого союзного конвоя на площади мира был открыт памятник участникам Северных конвоев. В Саламбальском округе расположена улица Беломорской военной флотилии. Там же 7 октября 2013 года поставлен памятный знак на месте, где располагался ее штаб. В Октябрьском округе есть улица «Проезд Сибиряковцев», хранящая память о пароходе ледокольного типа Александра Сибирякови. В Высокогорском округе микрорайона Бакарицы находится улица Дежневцев, в названии которой увековечен подвиг экипажа ледокольного парохода Дежнев. В Маймаксанском округе имеется Портовая улица и сквер 12-й Печенгской краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. На острове Бревенник Маймаксанского округа с 1981 года расположилась улица Юнг военно-морского флота. О мужественных морских защитниках напоминают нам улицы, названные в честь адмирала флота СССР Николая Герасимовича Кузнецова, капитана ледокола Ленин Николая Ивановича Хромцова, прославленного мастера тропедного удара Александра Шабалина. В округе Вравина-Фактория расположены улицы капитана Кононова и арктического капитана Владимира Ивановича Воронина. В Высокогорском округе находится небольшая улица, названная именем Алексея Клепача. Будучи ребенком, Алексей вместе с отцом и младшей сестрой приехал в Архангельск. Поступил в школу номер 34. Когда заболел отец, Алексей бросил школу и пошел работать. Поступил в вагонное депо из Икогорка, был рабочим на железной дороге. Когда началась война, он рвался на передовую, где уже воевал его отец. В декабре 1942 года 18-летний Алексей набревольцем ушел на фронт, попав в состав морской пехоты. Морской пехотинец, командир отделения, сражант Алексей Клепач в период службы обеспечивал подвоз боеприпасов в десантных операциях. 21 раз выходил в разведку и на расчистку проходов в минных полях. В ходе Пицама-Киркенесской операции бригада штурмовала укрепленную полосу в горловине полуострова на грибном хребте Муста-Тун-Тюри. 10 октября 1944 года батальон бригады вел бой за высоту 260. В ходе штурма краснофлодец Клепач первым ворвался во вражеские траншеи, забросал гранатами две огневые точки и уничтожил четырех солдат противника. В это время открыл фланговый огонь пулемет из хорошо замаскированного дзота. Краснофлодец Клепач, вооружившись гранатами и прижимаясь к скалам, сумел подобраться к огневой точке на 10-15 метров, но дальнейшее продвижение незамеченным было невозможно. Тогда Алексей Клепач выскочил из-за укрытия прямо перед пулеметом, метнул в него гранату, сам был тяжело ранен пулеметным огнем. После разрыва гранаты дзот оказался невредим, и тяжело раненый краснофлодец смог подобраться к пулемету и закрыть своим телом амбразуру. Алексей Клепач был представлен к награждению Орденом Отечественной войны 1-й степени, но посмертно награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. Краснофлодец Клепач приказом командующего Северным флотом навечно зачислен в списке 12-й бригады морской пехоты, а было ему всего 20 лет. Знает в сопке каждый камень, как простой рабочий парень, что в высокогорке жил, яркий подвиг совершил. Он не думал о награде, а рванул, что было сил, но шагнув навстречу смерти, он в бессмертие вступил. В Архангельске по ходатайству учителей и учеников школы номер 34 для увековечивания памяти Алексея Клепача часть улицы Локомотивной переименована в улицу Краснофлодца Клепача. В 1985 году 9 мая состоялся митинг по поводу открытия на доме номер 7 мемориальной доски. Улица, названная именем Алексея Ивановича Клепача, повторившего подвиг Александра Матросова в боях за освобождение Заполярья. Ежегодно, 10 октября, в День памяти Алексея Клепача, жители Исакогорки несут цветы к мемориальным доскам, установленным в вагонном депо, где он работал до войны, и на улице его имени. Слава нашим героям-морякам! Прославили наш город и полярные исследователи. В округе Майская горка расположена улица Папанина, названная в честь Папанина Ивана Дмитриевича, полярного исследователя, доктора географических наук, контр-адмирала. Он был одним из пяти сыновей Родины, кому еще до начала Великой Отечественной войны было дважды присвоено звание Героя Советского Союза. С 1939 по 1946 год Папанин был начальником Главного управления Северного морского пути. Улица Бадигина в Октябрьском округе носит имя в честь Константина Сергеевича Бадигина, героя Советского Союза, русского писателя, капитана дальнего плавания, исследователя Арктики. В 1941-1943 годах он занимал должности командира ледокольного отряда Беломорской флотилии, первого заместителя начальника управления Беломорских ледовых операций. Как заместитель Папанина обеспечивал перевозки в Арктическом бассейне по Северному морскому пути. Затем был капитаном теплохода Клара Цеткин в Тихом океане, осуществляя доставку из Америки груза в Паленд-Лизу. Слава нашим героям-исследователям! Архангелогородцы всегда помнят о тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины. 35 летчиков-воинов 5-го отдельного полка Гражданского воздушного флота погибли в годы Великой Отечественной войны. Полку приходилось выполнять самые различные боевые задания, причем многие из них ночью в тылу противника. С первых дней войны летчики выполняли авиаразведку, бомбардировку объектов противника, доставляли на передовые позиции боеприпасы, медикаменты, консервированную кровь для госпиталей, вывозили раненых, летали в тыл врага и к партизанам. В годы войны авиаторы сделали до 50 тысяч боевых вылетов. Только за 1942 год было перевезено свыше 27 тысяч солдат, офицеров, партизан, доставлено на фронт 1400 тонн боеприпасов. Бывшая Февральская улица на острове Кегостров в городе Архангельске переименована в улицу имени 5-го отдельного полка Гражданского воздушного флота. В 1969 году там открыт памятник. На гранитной доске высечены имена героев. С обратной стороны слова, посвященные полку. Здесь, в аэропорту Кегостров, в июле 1941 года, был сформирован 5-й отдельный авиационный полк Гражданского воздушного флота. Личный состав авиаполка, действовавший в годы Великой Отечественной войны на Северном и Карелийском фронтах, проявил высокий патриотизм, мужество, мастерство и героизм в борьбе против немецких фашистских захватчиков. Владимир Никитов, военный летчик, защитник Севера в годы Великой Отечественной войны, служил в 5-м отдельном авиаполку Гражданского воздушного флота. Прославился на Карельском фронте как мастер ночных бомбовых ударов. Вот один эпизод из военных будней Владимира Никитова. Днем он атаковал вражеский поезд с авиационными боеприпасами. Он попытался разбить мост на его пути, но неудачно. Никитов так и догнал шалон и пустил его под откос, несмотря на то, что стоявшие на платформах зенитные установки понаделали в его самолете немало дырок. Из верхних баков на голову пилота лился бензин, но он еще выпустил два реактивных снаряда, влежащие под насыпи вагоны, и обстрелял их из пулемета. Его поврежденный самолет П-5 с трудом пришел домой. За образцовое выполнение заданий командования, за смелость и мужество, Владимир Никитов был награжден двумя орденами Красного Знамени и Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени. В подразделение ночных бомбардировщиков авиаполка пришел добровольцев и мралчий брат Никитова Евгений. Они вместе летали на бомбежку врага и к партизанам, сбрасывали разведчиков в тыл противника. Владимир Дмитриевич Никитов не дожил до победы, погиб в мае 1944 года, выполняя особое задание командования фронта. Одна из улиц в микрорайоне Варавина города Архангельска названа именем летчика Никитова. В день 25-летия победы над фашистской Германией в новом микрорайоне Архангельского Равина на доме номер 2 по улице Никитова появилась мемориальная доска, посвященная памяти отважного летчика. В Высокогорском округе Бакарица находится улица имени Павла Ивановича Орлова, летчика-истребителя, заместителя командира эскадрильи 2-го гвардейского краснознаменного истребительного авиационного полка имени Сафонова. Он внезапной атакой разбивал строй юнкерсов и с малых дистанций уничтожал их. За редкостное спокойствие и выдержку однополчане называли его мастером лобовых атак. Немцы не выдерживали такой его тактики. Кто свернет первым? У врагов сдавали нервы и в последний момент, боясь столкновения, начинали делать резкий разворот, подставляя себя под огонь Орлова. Не довелось Павлу Ивановичу встретить День Победы. 15 марта 1943 года он погиб в тяжелом воздушном бою с истребителями противника. Гвардии капитану Павлу Ивановичу Орлову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Приказы министра обороны СССР и его имя навечно занесено в списке гвардейского истребительного авиационного полка. Слава нашим героям-летчикам! В Маймаксанском округе расположена улица имени Родионова Михаила Егоровича, героя Советского Союза, пулеметчика 2-го батальона 426-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии. Соединение, в котором он проходил службу, было переброшено на Кестинское направление Корейского фронта. Летом 1941 года там развернулись тяжелые оборонительные бои советских войск против фашистской группировки, наступавшие на Кировскую железную дорогу, чтобы отрезать Мурманск и Кольский полуостров от центров Советского Союза. Создалась угроза захвата врагом станции Лоухи. В ноябре бои шли месяц, днем и ночью. Оборона оказалась неприступна для врага. Советские войны проявили исключительную стойкость презрение к смерти. В веках остался подвиг пулеметчика Михаила Родионова. В ноябре 1941 года его полк был окружен. Много его товарищей было убито. На занявший высоту пулеметный расчет младшего сражента Родионова двинулась густая цепь гитлеровцев. Завязалась неравная схватка. Родионов получил ранение в руку еще до полного окружения батальона фашистами, но отказался уйти в тыл. И вот он остался у пулемета один. Меняя огневые позиции, перетаскивая пулемет с одного места на другое, он продолжал мужественно биться с врагом, пока не закончились патроны. После вторичного ранения, потеряв сознание, обрядя в себя, заметил, что сопка со всех сторон окружна фашистами, и они хотят взять его в плен. У Родионова оставалось только несколько ручных гранат. «Сдавайся!» – кричали они истекающими кровью пулеметчику. Но когда приблизились к нему, раздался сильный взрыв. Погибая, советский воин уничтожил вместе с собой свой пулемет и до десятка гитлеровцев. Это случилось 7 ноября 1941 года. Немцы были андрошены на исходные оппозиции. Угроза прерыва к железной дороге была устранена. Тысячи воинов следовали примеру первого в их дивизии героя Советского Союза. Отважный пулеметчик продолжал жить в своем полку. «Гвардии рядовой Михаил Родионов», – говорил командир на каждой поверке, – «герой Советского Союза Михаил Родионов впал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины», – четко неслось в ответ. И так всю войну, вплоть до Берлина, Михаил незримо был среди воинов, громил с ними врага. За образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм красноармейцу Михаилу Родионову, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина и навечно зачислен в списке воинской части. Именем героя названа улица в поселке лесозавода номер 26 в Архангельске. Маймаксанская средняя школа номер 59 носит его имя. На фасаде школы в 2023 году появился Большой Мурал. Еще одна улица в Соломбальском округе названа именем героя-пулеметчика Геннадия Ивановича Катарина, героя Советского Союза. В школе номер 52 присвоено его имя. Слава нашим героям-пулеметчикам! Наши земляки – герои разных родов войск, отважно сражались с врагом. В округе Майская горка расположена улица танкистов. Улица названа в честь северян-танкистов, героев Советского Союза. За мужество и героизм при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны танкистам-северянам Александру Васильевичу Котцову, Федору Федоровичу Кротову, Михаилу Ивановичу Кротову, Петру Михайловичу Норицыну и Федору Федоровичу Сымакову присвоено звание Героя Советского Союза. Танкист Кротов Михаил Иванович участвовал в сражениях на Курской дуге, освобождал Белоруссию, особо отличился в боях на польской земле летом 1944 года. Умело управляя боевой машиной, старшина Кротов истребил более 80 немецких солдат и офицеров, разбил 47 вражеских автомашин, 60 повозок. Экипаж танка за период наступательной операции подбил 3 танка, 2 самоходных орудия «Фердинанд», 4 орудия крупного калибра, 4 железнодорожных эшелона с горючим и боеприпасами, 3 автомашины взял в плен 27 гитлеровцев. За образцовое выполнение заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии-страшине Кротову Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза, с включением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В составе экипажа танка он участвовал в штурме Берлина. На стенах рейстага гвардии-страшина Кротов оставил надпись «Кротов из Архангельска». Фотография этого автографа хранится в Центральном музее Вооруженных сил СССР. К проезду от дома номер 61 по проспектке Троицке до набережной Северной Двины в районе площади Мира присвоено наименование «Улица Петра Норицына». Мемориальная доска на доме номер 60 гласит «Улица названа в честь Петра Михайловича Норицына, героя Советского Союза, командира танка КФ-1 в памяти о его немеркнущем подвиге в битве под Сталинградом». Петр Михайлович после боевого крещения и ранения под Тихином в 1941 году после выздоровления закончил курсы танкистов. В январе 1943 года в боях под Сталинградом в составе экипажа уничтожил два танка противника – артиллерийскую батарею, четыре миномета, пять пулеметов, семь дзотов, а также большое число солдат и офицеров противника. Своими успешными действиями танк Петра Норицына обеспечил продвижение стройковых подразделений вперед и в целом уничтожению окруженной под Сталинградом группировки немецких войск. За эти бои он был награжден медалью «За отвагу». 21 января 1943 года у хутора «Новая надежда» под Сталинградом танк КФ-1 в составе экипажа которого воевал Петр Норицын был подбит и окружен врагами. Танкисты отстреливались до последнего патрона. На предложение сдаться танкисты ответили «Мы русские и фашистам в плен, не сдадимся, пока будем живы». Тогда немцы облили танк бензином и подожгли. Весь экипаж погиб смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943 года всем членам экипажа танка посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В комнате боевой славы школы номер 20 торжественно открыли парту Героя Советского Союза Петра Михайловича Норицына. В районе Майской горки находится улица Петра Георгиевича Лушева, советского военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза. После войны командовал сначала танковым батальоном, затем танковым полком, был командиром танковой дивизии. С 1971 года командующий 1-й гвардейской танковой армией в составе группы советских войск в Германии. С 1981 года генерал армии. В школе 95, в которой учился Петр Георгиевич, присвоено имя Героя. В деревне Пустош Приморского района Архангельской области установлен памятный знак нашему земляку, герою Советского Союза, старшему политруку Александру Васильевичу Котцову, участнику Великой Отечественной войны, комиссару отдельного разведывательного батальона 6-й лёгкой танковой бригады 1-й армейской группы. Награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, медалью за боевые заслуги, другими медалями и иностранными наградами. Слава нашим героям-танкистам! Хранят в памяти улицы Архангельска и имена наших разведчиков. На доме номер 10 по улице Комсомольской установлена памятная доска участнику Великой Отечественной войны, герою Советского Союза Виктору Михайловичу Петрову, разведчик взвода пешей разведки 146-го гвардейского стрелкового полка. Гвардий сержант Петров отличился в боях за Берлин, доставлял ценные сведения о противниках, участвовал в боуличных боях в городе. Более 60 гитлеровцев были захвачены в плен при его участии. После войны работал пожарным в органах внутренних дел, похоронен в Архангельске на Вологодском кладбище. Галушин Прикопий Иванович – разведчик взвода пешей разведки. В 1943-го года призван в армию, но на фронт попал только в начале 1945-го года. Прошел боевую выучку в авиадесантных войсках и в конце 1944-го года стал разведчиком. В те дни шли тяжелые бои на территории Венгрии. Гитлеровцы вели жестокие контратаки, пуская на окопы наших солдат вражеские танки и самоходки. Разведчики, в их числе Прикопий Галушин, в этот момент находились на высотке с задачей следить за своим флангом и докладывать обстановку командиру. И тут они увидели, как с фланга в их сторону двинулся Фердинанд. За ним показалось еще три. Гитлеровцы хотели ударить по нашей позиции с тыла. Разведчики тут же доложили об опасности, а сами открыли автоматный огонь по вражеским солдатам. Враги заметили разведчиков и одна самоходка резко повернула прямо на окоп Галушина. Прикопий пропустил Фердинанд и тут же бросил в догонку противотанковую гранату. Вражеская самоходка вспыхнула. Попытавшихся выскочить из нее гитлеровцев, Галушин уничтожил автоматной очередью. Но тут же Прикопий увидел, как другая самоходка идет прямо на окоп раненого товарища. Прикопий Галушин бросился со связкой гранат под ее гусеницы. Произошло это 18 марта 1945 года. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм гвардейцу Галушина посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью. Приказы министра обороны СССР 27 апреля 1964 года Галушин Прикопий на веточной зачисленном списке 31 гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады. В 1981 году в Архангельске в округе Майская горка именем Галушина была названа улица. В том же году на одном из домов улицы была установлена мемориальная доска. В 2018 году на фасаде школы номер 2, где Прикопий Галушин учился до войны, также установили мемориальную доску. Слава нашим героям-разведчикам! В честь северян-партизан названа улица Партизанская, которая пересекает поселок первых пятилеток в северный округ города Архангельск. Сотни наших земляков воевали в партизанских предразделениях. В 1941 году в Архангельске было создано особое четвертое отделение для формирования партизанских отрядов на территории области. Было сформировано три партизанских отряда. «Полярник», «Большевик» и «Сталинец». В них входило около 400 человек. Тяжелые партизанские рейды усугублялись суровыми климатическими условиями Севера. За время войны партизаны Севера разгромили шесть фашистских гарнизонов, взрывали более 20 мостов, организовали десятки железнодорожных крушений. За отвагу и героизм 189 партизан трех отрядов были награждены орденами и медалями Советского Союза, в том числе 31 партизан дважды и пять трижды. Высокие награды получили 16 женщин-притизан. Учили партизан в 40 километрах от Архангельска, в деревне Трипузова. В 1985 году там был заложен памятный знак. Ниил Андреевич Подоплёкин – организатор партизанского движения в годы Великой Отечественной войны на Карельском фронте. В феврале 1942 года Подоплёкин возглавил партизанский отряд «Полярник». Позднее командовал соединением трех партизанских отрядов – «Полярник», «Большевик» и «Сталинец». Подоплёкин – стратег и аналитик, человек отваги и железной воли, командовал четырехстами сотнями бойцов. В суровых северных условиях партизаны проводили свои диверсионные рейды в глубокий тыл противника. Несмотря на все трудности, тяжелые климатические условия, необходимость преодолевать огромные расстояния по сильно пересеченной лесисто-болотистой местности с большим грузом военного снаряжения, нехватку боеприпасов и продовольствия, бойцы партизанских отрядов под командованием Подоплёкина отважно сражались, отдавая все силы ради победы над врагом. Даниил Андреевич сумел почти полностью сохранить личный состав отряда. За боевые заслуги Даниил Андреевич Подоплёкин был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны Первой степени, Трудового Красного Знамени, медалью «Партизану Отечественной войны» и другими наградами. Представлялся к званию Героя Советского Союза, но звание так и не получил. После войны был председателем областного штаба всесоюзного похода по местам боевой и трудовой славы советского народа и долгое время возглавлял ветеранскую организацию «Партизан Севера». В своей работе большое внимание уделял сохранению памяти о бессмертном подвиге своих однополчан. Он автор книг «Бой ведет полярник», «Костры партизанские», «Кандаларское направление». Имя Даниила Андреевича Подоплёкина увековечена установкой мемориальной доски на набережной, на доме, в котором он жил. Слава нашим героям-партизанам! Немало лет прошло со времен Великой Отечественной войны, но чем дальше отодвигает нас время от тех исторических событий, тем масштабнее и величественнее видится их значение сегодня. Присвоение Архангельску почетного звания «Город воинской славы» стало достойной наградой подвигом жителей города в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Мир, доставшийся тяжелой ценой, – наше самое священное достояние, которое каждый из нас обязан хранить для себя и для будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова